В третью неделю у Великого Поста за литургией читается 37-е из начала Евангелия от Марка. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её. Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дашь человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбоденным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца своего со святыми ангелами. И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». По словам святых отцов, цель человеческой жизни заключается в том, чтобы встретиться с Богом, который ради нашего спасения стал человеком, умер и воскрес. Но в то же время путь к воскресшему Христу, Спасителю, только один – через Голгофу, через личное сораспятие человека Христу. Если мы хотим унаследовать Вечность, мы должны уподобиться Христу. Но как это сделать? Ответ на этот вопрос содержится в сегодняшнем Евангелии. Христос говорит всем, кто желает стать Его учеником, «Кто хочет идти за мной, отрекись от себя и возьми крест свой и следуй за мной». Таким образом, в этой заповеди Христа присутствует четыре момента. Первый момент заключается в добровольном желании идти за Христом, «Кто хочет идти за мной». Эти слова Христа Спасителя указывают нам на существенные свойства христианства, «Истреннее следование за Христом». Свобода – это одно из свойств человека как образа Божия. По словам святых отцов, христианство – это религия свободы. Бог не принуждает наследовать за ним и исполнять его волю. Мы вправе служить Богу и вправе отвергнуть Его. Мы – небезвольные марионетки в руках Божьих, а значит, каждый, кто встал на путь христианства, сделал это не по принуждению, а исключительно по своей воле. Второй момент – отвергнись себя. Если мы хотим идти за Христом, мы должны прежде всего отречься от себя. По словам святителя Николая Сербского, «Адам в раю отверг Бога и стал смертным». Мы же призваны к тому, чтобы отречься от себя и таким образом соединиться со Христом. Человек, который живёт только для себя, всё потеряет. И только тот человек, который отдаёт себя другим, который следует за Христом, который расточает своё богатство и материальное, и духовное ради других людей, только такой человек спасёт свою душу. В то же время святитель Филарет Московский, размышляя над словами Христа об отвержении себя, говорит, «Отречение не есть пренебрежение ни душой, ни телом». Потому что душа – это бесценный дар, а тело требует естественного удовлетворения. Отречься – значит отказаться от пристрастия, потому что греховным человеком является вовсе не забота о теле, а пристрастие к чему-либо. Отвергнуться себя – значит сказать «нет» тому, что является в нас смертельным ядом нашей воли, идущей вразрез с волей Божьей. Потому что подлинная жизнь возможна только тогда, когда мы отвергнем свою волю и подчинимся воле Божьей. Третий момент, который следует сегодняшнего евангельского чтения – «Возьми крест свой». Святитель Иоанн Златуус говорит, «Ничем другим невозможно обрести царство, как только несением креста». Каждый из нас несет свой крест, потому что нам необходимо через страдания, через самоограничения избавляться от грехов. У нас просто нет другого пути, нет другого средства, чтобы исправить себя. По словам одного современного подвижника, наши страдания – это наша жертва Богу, это некий потенциал нашего духовного обновления и спасения. В нем залог Царствия Божия для каждого человека. В то же время крест, возлагаемый на нас Богом, вовсе не является наказанием. Если бы крест был некой карой, то святые попросту не страдали бы никогда. Но из истории Церкви и житий святых мы видим, что чем ближе человек к Богу, тем чаще он подвергался всевозможным лишениям и страданиям. Страдание – это некое испытание, которое должна пройти душа и тем самым доказать, что для нее важнее Бог или благо этой жизни. И четвертый момент сегодняшнего Иоаннского отрывка, на который указывает Иоанн Георгий Господь наш Иисус Христос. «Следуй за мной». Что значит следовать за Христом? Это значит подражать Христу. Это значит стараться во всем уподобиться Ему. Это значит стараться жить так, как Он заповедал, поступать так, как Он поступал. Это значит быть таким, чтобы через нас Свет Божий распространялся на других людей. В чём заключается наше подражание Христу? Прежде всего, в смирении и добродетели. Святитель Тихон Задонский замечает, что все хотят быть прославленными со Христом, но мало кто хочет быть с Ним униженным. Тем самым мы забываем, что прославление Христа началось как раз с унижения и смирения. Следовательно, когда мы несем свой крест, мы должны помнить, что и Господь также через это всё прошёл. А значит, мы должны помнить, что если Господь ведёт нас через Колгофу, то только для того, чтобы привести нас к воскресению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова